Приветствую вас. Свой ответ я бы хотел разбить на несколько частей, потому что у вас достаточно разноплановая проблема. То есть, здесь есть несколько важных факторов, которые мне бы хотелось разобрать с вами. Первое, наверное, на чем мы остановимся, это поведение вашего мужчины. То есть, вы описываете, как он себя ведет, вы описываете, как он относится к вам сейчас, на данный момент. И вас это определенно, ну, не то чтобы настораживает, да, вы говорите, зачем он еще появляется в вашей жизни, да, если, например, не хочет с вами быть в отношениях, если ему не интересны отношения с вами. По крайней мере, как он говорит. И если, если разбирать, значит, его поведение, то ситуация здесь складывается такая, что мужчина вас очень сильно любил или любит. Ну, о его чувствах говорить можно достаточно субъективно на данный момент, потому что это третье лицо. Значит, и когда вы его бросили, когда вы расстались с ним, он очень переживал, он чувствовал себя отвергнутым, он чувствовал, что вы его, может быть, даже увидели. Ну, унижать, то вы его начали еще раньше, как я понял, еще в самих отношениях вы начали его унижать. Ага, и, собственно, когда вы вновь встретились, мужчина вроде бы понял, что он с вами быть хочет, но вместе с тем не желает так страдать. То есть вот он с вами сблизился, он с вами раскрылся, возможно, сам, как мужчина, как личность, да, и так далее. И он для себя понял, что да, вы ему нравитесь, да, вы женщина его жизни, возможно, но при этом он понимает, что вам опасно раскрываться теперь. Потому что вы можете вот так вот ударить, например, в спину, как это, ну, образно говоря, и он осторожнейший. И вполне возможно, чтобы мужчина сам еще даже не определился для себя, чего он хочет, как он хочет, что ему нужно от вас, конечно, и так далее. И пока он этого не сделал, то есть пока он не определился с этим, ну, вам, конечно, будет тяжело, просто потому что он будет появляться, но при этом не давать вам каких-то вот таких серьезных отношений, да, потому что вы говорите, что он холоден, несмотря на желание с вами быть. И вот это, наверное, первое, о чем мне хотелось бы вам сказать. То есть мужчина сейчас сам еще не знает, чего он хочет. Знаете, и если вы дадите ему вот понять, что вы изменились, что от вас не стоит ждать такого вот негатива, какой был, да, то есть если мужчина поймет, что вам, например, можно доверять, если мужчина поймет, что вы изменились и так далее, то тогда, возможно, он и примет решение. Но вы сами принимаете решение вновь от него отойти, вновь, как бы, от него отдавите, недобряем, от того, что вы любите. И для него это, как бы, снова означает предательство, потому что вы снова его бросаете. Это в том, это про то, что, значит, как ведет себя мужчина. Теперь про вас. Значит, с вами ситуация совершенно не такая однозначная, как с ним, потому что вы человек, как я понял, творческий, вы обожаете искусство, эзотерику, это значит, что чувствуете энергию, как бы, видимо, используете эзотерические навыки для себя и для других, а работаете астрологом, то есть у вас есть вот это вот немножечко такое вот характерное для эзотериков мышление. То есть энергия, искусство, да, вот вы там писали, что ваши тела питались энергией у друг друга и так далее, то есть все вот это вот довольно специфическое, риторическое мышление, оно у вас есть. И это, как бы, даже не вера в энергию, а, как бы, наличие энергии в вашей жизни для вас может помешать, может помешать разбору, анализа вашей проблемы, потому что в этой психологии нет места таким категориям, как энергия, как, значит, сказка, там, мечта. Мечта, конечно, есть, но мечта в этой психологии имеет тоже такой своеобразный, я бы даже сказал, немного скупой смысл, и, понимаете, если вы готовы отойти от своего восприятия мира, от своего восприятия мужчины, от своего восприятия энергии, то вам помочь можно будет. Итак, первое, на что мне хочется обратить ваше внимание, это на то, что вы человек импульсивный, это уже понятно, ну, когда я читал ваш текст, это уже понятно, что вы человек импульсивный. И, собственно, начинается то, о чем мне хотелось бы вам рассказать, буквально с четвертого абзаца, то есть вы пишите мне, попадались довольно неинтересные мужчины, либо дураки, либо грубияны, либо просто неинтересные, не понимающие меня. В нижнем своем дополнении вы писали о том, что от них вы убегались, с ним они встречались, и так далее. Момент здесь вот такой. То, что вы с ними не встречались, то, что вы от них убегали, это как бы следствие того, что с вами происходило. А причина, это то, что вам именно такие мужчины попадались. Загадает вопрос, почему они вам попадались? Вот вы говорите, либо дураки, либо грубияны, либо просто неинтересные, не понимающие меня. Дурак, это, обращает низкий уровень интеллекта. То есть просто человек, вот он в силу своего интеллектуального развития, да, ну, ниже вас. Это не делает его плохим, это не делает его каким-то неполноценным, это не делает его хуже вас, в глобальном смысле слов. Человек может быть дурак, но при этом он может так чувствовать другого человека, как не дано высоко интеллектуальному человеку. Именно в силу своего интеллекта. Далее, грубия. Грубость это следствие воспитания, следствие, ну, выражения своих эмоций. И за грубостью всегда что-то стоит. То есть либо грубость это действительно пренебрежение к человеку, то есть к вам, либо грубость это следствие невозможности выразить свои эмоции. То есть человек хотел бы выразить как-то свои эмоции, но он этого сделать не может привычным способом, потому что его не научили, не приучили. И он из-за этого более груб, чем, например, хочет этого даже сам. И если вам, ну, чисто гипотетически, конечно, если вам научиться смотреть за это, то есть за грубость, если вам видеть то, что находится за грубостью, то вполне может быть, вы увидели бы там интересного для себя человека. Далее вы пишите, что мужчины неинтересны. Неинтересность мужчины – это тоже довольно субъективное определение. Может быть, вы просто не дали ему возможности раскрыться с вами. Может быть, вы просто не дали ему возможности как-то проявить себя с вами. И он вам кажется неинтересным. Но, ага, вы дали ему шанс? Вы дали ему возможность раскрыться? На этот вопрос ответа, как я полагаю, нет. И все это я говорю к чему? Да, кстати, по поводу того, что вас не понимают мужчины. Тоже очень интересный момент. Дело в том, что, видите ли, чтобы человека понять, нужно, чтобы человек сам выразил свои эмоции, чтобы человек сам выразил свою позицию достаточно четко. И если мужчина, будучи абэптом логики, а мужчина именно такой мужчина абэпт логики, логики формальной, да, то есть логики, вот этой вот классической аристотельской логики, то ему нужна предельная четкость и предельная ясность в том, что говорит ему женщина. В противном случае у мужчины не будет возможности ее понять. И вам здесь, что вы же говорите, необходимо как-то вот немножечко подстраиваться, может быть, под мужчину, дабы он вас понимал. Но и вы постараетесь понять правильно, что не всегда непонимающий вас человек не понимает вас же именно потому, что, например, не хочет этого. Он, может быть, этого и хочет, но возможностей для этого у него нет, и он не чувствует, что может это сделать. То есть попытка-то была, но вы не дали ему сами осознанно или нет возможностей для этого. И вот этот момент вам нужно обязательно для себя учитывать. А для чего я вам это все говорю? На самом деле, для чего я вам это говорю? Я вам это все говорю для того, чтобы вы отдавали себе отширь в том, что мужчины, как, в принципе, и любые люди, нуждаются в том, чтобы им давали шанс на самом-то деле. Если им этого шанса не давать, то и соответственно возможности раскрыться перед вами у них не будет. И вы будете делать такие поспешные выводы. То есть старайтесь дать человеку шанс. Старайтесь дать человеку возможность раскрыться. Это первое. Это первый важный момент в том, что касается вас. Идем дальше. Дальше по тексту у вас звучит следующее. Значит, вы познакомились с подкритающим мужчиной, значит, невероятный. Знаете, в чем дело? Вот идеализация. Идеализация это то, что в большей степени свойственно людям, ну как раз, искусству. То есть вы не давали мужчине шансов, не давали мужчине возможности проявить себя по отношению к вам и очень быстро, соответственно, обрубали для него, для мужчины, все возможные варианты быть слады. Вы говорили, что вы убегали. Таким образом, вы испытывали сами, значит, одиночество, вы испытывали сами грусть, что вы не можете построить отношения. И, естественно, голод. Грубо говоря. Голод именно по, ну, мужчинам, по мужскому вниманию, если угодно, по мужской ласке, теплу и так далее. И вот вы встречаете, естественно, человека, который моментально вас к себе располагает. И, естественно, этот человек, именно в силу того, что он вас к себе расположил моментально, моментально он для вас становится идеалом. Потому что вы с ним уже быстро получили то, чего, например, всегда хотели. И, естественно, то не для вас становится идеалом. Но то, что он для вас становится идеалом, это еще не значит, что он действительно идеал. И вот это нужно, когда вы резко, вот на первое свидание, да, вот как бы формируете у себя образ идеального спасителя из сказки «Моей мечты», кто-то говорит о ваших потребностях. Вам такое мужчине нужен. И это значит, что все ваши последующие действия, они будут подчинены именно вашим потребностям. Вам нужен спаситель. Вы спасителя получили. И вы теперь этим спасителем пользуетесь. Ведь он вас спасит. Но если есть спаситель, то есть и жертва. И возникает вопрос, почему вы находитесь в позиции жертва. Итак, это мы уже плавно перешли в следующий момент, который я хотел вам раскрыть. Расскрыть момент, связанный с тем, что вы пишете о спасителе, об идеальном спасителе. И я бы хотел вам спросить, а зачем вам нужен спаситель? Вот, если вы такая, ну, интересная девушка, как вы себя называете, если вы разносторонний человек, если у вас есть, в принципе, все, что нужно, ну, как я так, как я понял. Ну, прошу прощения, если получилось искаженная информация, но мне показалось именно так. Нет, не было у меня ощущения до вот этого момента, что я читал, да, в принципе, и после, ну, за редким, за некоторым исключением, не было у меня впечатления, что вы являетесь жертвой. Напротив, вы ведете себя далеко не как жертвой. И вот это мне не очень понятно. А зачем вам спаситель, если вы не жертва? Для чего он вам нужен, этот спаситель? От чего ему вас спасать? Давайте попробуем сами себе на этот вопрос по возможности ответить. Ибо, я надеюсь, вы понимаете, что вопрос очень, очень важный. Вы изначально в мужчине видели своего спасителя. И это значит, что у вас есть от чего спасать. И это значит, что мужчина для вас играл роль не самостоятельного человека, не саму цель. Он не был для вас саму целью. Вот это то, что, наверное, самое скверное во всей этой ситуации. Мужчина не был для вас саму целью. Мужчина был средством для достижения ваших потребностей. А ваша потребность, она была в том, чтобы такого спасителя иметь. И весь вопрос в том, что же с вами происходило, что обусловило вашу потребность в спасителе. Что он вам давал, этот спаситель? И почему вы сами этого получить не могли? Дабы мужчину воспринимать именно в качестве самоцели, в качестве равного себе, в качестве независимого партнера. Далее вы пишете, что вы жили в 3 месяца счастья. Он меня обожнял и хотел постоянно, и, к сожалению, я до сих пор думаю, что он меня постоянно хочет и ждет. Вы это выделили, но зачем вы это выделили, для меня остается загадкой. Ну, действительно, хотел вас и обожнял, что у него была страсть. 3 месяца это более чем допустимый срок для страсти. И если он вас хочет до сих пор, то это лишь говорит о том, что вы для него привлекательная девушка. Но, как мы уже ранее упоминали, что его желание вас совершенно не облачает, что он будет действительно позволять своим потребностям брать над собой веру. Мужчина, как это ни странно, ведет себя в отношениях более обособлено и более направлено на себя, чем вы. То есть, смотрите, он беспокоится о себе и заботится о себе. Несмотря на то, что он хочет с вами быть, он удерживает дистанцию. И, как бы, вы этой дистанции как таково не удерживаете. Почему? Потому что вы начали вести себя, как самая настоящая стерва. Вы над ним издевались и так далее, и так далее, и так далее. Ага, вот давайте подумаем, для чего вы начали вести себя, как настоящая стерва. Либо это было обусловлено тем, что по-другому вы не чувствовали, что мужчина вас любит. То есть, это вот ваша неуверенность в себе, возможно, спровоцировала такое вот поведение. Либо вы действительно боялись, что мужчина начнет вам пользоваться, потому что вы в него очень сильно влюбились по, опять же, вашему мнению. Но в любом случае, вне зависимости от того, что заставляло вас так себя вести, и я думаю, я думаю, что у этого, у данного поведения есть свои, есть свои, ну, как бы это сказать, есть свои причины, есть свой мотив, есть свои условия для того, чтобы вы именно так себя велики. К сожалению, можно сказать только одно, что это поведение можно назвать каким угодно, только не поведением уверенного в себе человека, уверенной в себе женщины. И я заранее прошу меня простить, если вам это неприятно, но это, к сожалению, так. Когда вы начали вести себя как стерва, вы, по сути дела, стали показывать мужчине свою неуверенность в себе. Именно в этот момент. Ведь если человек издевается над другим, значит, ему это для чего-то нужно. А если это ему для чего-то нужно, то мужчина перестает чувствовать себя самоцелью и начинает чувствовать себя стрессом. Значит, вы пишите, что мне было страшно, что он такой, есть, классный, и найдет меня меньше любить. Видите, я уже влюбился в него по уши. Полагаю, у вас есть проблема с самооценкой и есть проблема с женским поведением. То есть, видите ли, мужчина не начнет меньше любить женщину, свою женщину, если она, эта женщина, дает ему то, что ему нужно в полном подъеме, и если она является той, кем он хочет видеть. То есть, вам для того, чтобы он вас не меньше любил в будущем, было необходимо всего лишь навсего вести себя так же, как не вывели себя до этого. Но вы начали на него давить, давить, давить и давить. Для чего? Чтобы чувствовать себя, ну, я не знаю, может быть, более уверенным, может быть, самоутверждаться за его счет. Но если так, то опять же момент, в чем именно вы хотели самоутверждаться, в чем именно вам нужно было самоутверждаться, вот об этом нужно с вами разговаривать. Дальше. Далее вы пишите, что вы ощутили какую-то власть и издевались. Власть – это, знаете как, власть, которую вы ощутили, это следствие сомнений в себе. То есть, вы ощутив власть, поверили в себя, ощутив власть, вы почувствовали силу и начали этой силой безумно пользоваться. Другое дело, почему вы раньше в себя не верили, почему вы настолько не уверены в себе, что вам нужно через власть реализовывать вот это вот сомнение в себе. Непонятно. Дальше вы пишите такую вещь, что у вас начались проблемы, вы сказали мужчине на эти проблемы решай и что вы хотите жить с ним. Но мужчина вам отказал и, ну, собственно, отказал, да, сказал, что он не хочет этого делать. Почему? Почему он не хочет этого делать? Потому что он почувствовал, что вы просто-напросто продолжаете его использовать все больше и больше. Ему это не нравится. Ну и, собственно, там еще сыграло роль то, что у него было два брака, то есть, ну, да, что опыт в отношениях и так далее. Далее вы поругались, он сказал много чего неприятного, уже понятно, у него копилось, нет, он не хотел вас собить, просто у него копилось, 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 вот за время, что вы над ним издевались, и все это вылилось вот в этой ситуации. Далее вы плюнули и забыли. Интересно, что вы плюнули и забыли, то есть даже не почувствовали, что вы как бы сами к этому вели. И здесь тоже к вам возникает такой вопрос. Если вы плюнули и забыли, при том, при том, что мужчина для вас очень много значения имел, при том, что мужчина для вас такой образ идеального спасителя, вы смогли просто взять и плюнуть и забыть. Либо вы очень гордый человек, либо то, что вы пишете, не совсем соответствует действительности. То есть ваша нужда спасителя, она вот лично мне кажется, ну, как минимум, нуждающаяся в более таком, в более детальном разборе, что ли. Потому что нуждающаяся в более спасителя, действительно нуждающаяся в более спасителя, вы бы не смогли при всем желании просто взять и забыть мужчину. Просто взять и плюнуть и забыть. Вы бы этого сделать, просто-напросто не смогли быть. Потому что, как бы, под древность она сама по себе просто так не уйдет. Она не может просто так уйти. Но в вашем случае она получается именно просто так ушла. И это значит, что на это были свои субъективные, ну, а может быть, и объективные, конечно же, причины. Вы плюнули и забыли. Вы пищевые. И в этой ситуации, как бы, понятно, что произошло. Мужчина почувствовал, что вас потерял, начал вновь вас вдвоем. Далее вы получаете, как бы, шаг на встречу к вам от него. И, значит, желание измениться ради вас, желание поменять свой образ жизни. Но мужчина сам сделал шаг, понял, что это ни к чему хорошему не приведет. И в итоге решил отступить. После этого взяты вы перестали, но периодически видели, случился секс. Вы не дали все его помощи. В общем, непонятно. То есть просто такое впечатление, что на каком-то уровне связи у вас осталось, но, как мужчина и женщина, быть местными вы не могли. И даже дружить вы не могли. Только вот непонятно, почему вы, при этом с ним общаться, позволяли ему себе помогать. Чем было вызвано такое поведение? Какой был мотив такого поведения? Не очень тоже понятно. То есть получается, что вы человека продолжали использовать. Да, может быть, он сам этого хотел, но с вашей стороны это было использование. И секс, и помощь это использование. И если секс, это может быть еще взаимное получение удовольствия, то помощь вам это все-таки уже использование. И хотелось бы более подробно узнать о вашей мотивации и в каком поведении. И вот в сентябре вы заболели, он оплатил свое лечение, он ломался, вы пришли к нему домой, все началось. Опять с новой силой, страсть, секс, все хорошо, но вы почувствовали, что он уже не так вам стал ужин, как раньше. Мужчина перегорел немного, страсть прошла, началась более спокойная, более спокойное течение эмоций, и вас это не устроило. То есть мы еще не знаем какое отношение к вам у мужчины. Может быть это именно та самая любовь, которую вы отказались принимать, помня тоже, что было раньше, и не понимая, что то, что было раньше закончилось, а новое нужно строить. И что мужчина вам не довезает иметь на это основание, что его доверие нужно завоевывать, но вы не захотели этого делать, а вы не захотели стараться завоевать его доверие. Еще раз, это то, что вытекает из вашего сообщения, я не говорю, что это все действительно так, но я делаю выводы из того, что вы написали. Вы не захотели завоевывать его доверие, и вы, кстати, опять подумали о себе, вы думали о себе, и вы отказались от путешествия с ним, написали, что любите его, но вместе вы с ним не будете, а уходите. Просто потому что он не давал вам того, чего вы хотели, но при этом вы забываете о том, что ранее вы не давали ему того, чего хотел он, теперь он не дает вам, чего хотите вы, но тогда он с этим мирился, вплоть до того, пока вы его не прижали, а вы мириться теперь с этим не захотели. Вы не захотели, любя его, принимать его таким, какой он есть и принимать то, что он вам готов дать. Складывается ощущение, что это не любовь, а какая-то потребность в мышлении. Ну, может быть, та самая, которая у вас была раньше, когда вы говорите, что получился идеальный образ спасителя. И вот, дальше вы, в принципе, пишите, что вот я постоянно воспоминания о наших занятиях, занятиях, увлечениях и так далее. Остальных мужчин я не вижу, в упор знаю, что он еще появится, но не понимаю, зачем. Это я вам объяснил. Чтобы человек просто любит и хочет со мной жить. А вот так скучать, возвращаться ко мне, обниматься, столько всего делать, а потом отваливаться и говорить, что тут русики. А вообще это поведение человека, который боится с вами сближаться из-за отсутствия доверия. Доверие, оно не замоевывается. И вам это нужно делать, если вы хотите быть с ним. Понять, хочу ли я его вернуть или хочу сметь отвлечь на других мужчин. Я думаю, что, знаете как, вам нужно задать себе простой вопрос. Принимаете ли вы его таким, как он есть? Вы все время хотите от него того, чем он вам дать не мог. Вы все время пытаетесь построить его под свои взгляды, а это неправильно. Вы все время пытаетесь построить его под свои потребности, это тоже неправильно. Ваши потребности это ваши потребности, и их никто не обязан удовлетворять. Поэтому вам нужно сперва удовлетворить все свои потребности, ответить на все вопросы, которые я вам задал. и потом, когда вы сами сможете удовлетворять свои личные потребности, вы и увидите, нужен ли вам мужчина этот или нет. Если он для вас только как средство удовлетворения потребности, конечно, вы не захотите его возвращать. А если он для вас действительно кто-то и что-то больше, то тогда, конечно, вы будете с ним. но для этого вы будете вести себя как равноправный, самостоятельный, независимый субъект. И будете внушать ему доверие. Потому что мужчина чувство вам действительно есть. Дальше. Вновь вы описываете мужчин. Не он, средники те, которые не он. Это первое. И здесь момент заключается в том, что вы сравниваете. сравнение. Сравнение мужчин с другими происходит тогда, когда человек, в данном случае, вы не смог завершить привлечь отношения нормально. То есть отношения еще не завершились, а вы уже хотите вы уже пытаетесь вступить в новые отношения. И из-за этого как раз и возникает такая ситуация, при которой вы сравниваете мужчину с кем-то другим. вам сперва закончить свои предыдущие отношения, ни на кого не отвлекаться, а именно сперва завершить одни отношения, побыть одной, осознать свои потребности, свои ошибки, и далее, будучи уже освобождены свободные от отношений, как раз таки вступать в другие. И это будет справедливо для вас, это будет справедливо для других возможностей, мужчин, с которыми вы будете встречаться. То есть именно для вас и для мужчин это уважительно, справедливо, правильное, верное поведение. Другое дело, хотите ли вы этого, потому что если не хотите, то соответственно сложно будет вам что-то произвести, сложно будет вас в чем-то убедить. Я понял, вы сейчас человек довольно-таки такой с четким мнением на все, что происходит вокруг вас. Вот. Что касается средняков, это те, которые не нравятся вам, но это типа закомплексованных пустых пикаперов или плохих секс и неинтересных пустых. Полагаю, что здесь то, о чем я говорил вам ранее. То есть по сути дело не предоставление мужчинам в возможности раскрыться. и желание с первого взгляда получить того, что вам так не бывает, это страсть, к чему приводит страсть. Вы видели, нужно более спокойное, более размеренное, более осознанное развитие чувств и отношений. тогда будет у вас шанс построить эти отношения более или менее успешно. Дальше, не мое. Мужчины довольно интересные или думают, что я не подхожу и они свою любовь найдут в другом месте. Почему вы позволяете себе брать ответственность за жизнь других людей? Почему вы позволяете себе решать за других людей? Почему вы думаете, что вы лучше знаете интересны вы им или нет? Почему вы лучше знаете что не подходите им? Для меня тоже здесь загадка. Может быть вы подсознательно боитесь быть отвержены ими ими и поэтому но если вы боитесь быть отвержены то это и ответ таки потребности которые вы пытаетесь за счет мужчины удовлетворить и неуверенность в себе самооценка на которой нужно работать и которую нужно повышать и чтобы не было такого что вы принимаете решение за другого человека но это по меньшей мере излишне самоуверенно и по меньшей мере слишком ошибочно нельзя принимать решение для другого человека взрослого это ведет только к вашему субъективному взгляду и к еще большей отторженности от реальности от реальности отношений ну вот в принципе и все что я хотел вам сказать то есть пошлите по вашему тексту все ответы мы разобрали то есть все проблемы мы разобрали забыть именно стереть из памяти то что произошло с вами нельзя даже если вы используете гипноз он уберет воспоминания но чувства останутся вы просто не будете понимать откуда они соответственно вам нужно видеть отношения к происходящему отделить свои потребности от потребностей делать мужчин счастливым может быть стать более увереннее в себе может быть проработать детско-родительские отношения или какие-то ваши комплексы которые у вас были еще до отношений с этим мужчиной но тем не менее это самое правильное что вы можете сделать вообще если вы ответите на все вопросы которые я задавал вам по ходу за ответ я думаю что у вас появится более или менее четкое представление о том в чем ваша проблема и как решать в принципе я думаю что вы достаточно сильный человек чтобы быть способны решить ее самостоятельно но если вдруг нет я к вашим услугам всегда рад помочь ну или любой другой эксперт я думаю тоже будет рад вам помочь на этом все надеюсь что мой ответ был вам поверен если какие-то вопросы остались пожалуйста напишите мне в личку о том что вас беспокоит или что вы хотите спросить либо если вы дополните свой публичный вопрос также напишите мне в личку о том что вы это сделали дабы я посмотрел и может быть вам ответят потому что на сами дополнения я могу не обратить внимание а извещения о них приходит очень плохо поэтому просто могу не заметить если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего доброго и желаю вам расширения вашего осознания самой себя